Музыка Городской исполнительный комитет запретил устанавливать индивидуальные антенны и кондиционеры на фасадах жилых домов, находящихся на центральных улицах города. Значимое событие произошло накануне в 5-й гимназии. В пионерской дружине присвоено почетное имя летчиков-снайперов Александра Морфицкого и Александра Журавлевича. В Барановичском государственном университете состоялась встреча в формате открытого диалога на тему «Религия, наука, общество», приуроченная к Году науки в Беларуси. История звука. С концертом под таким названием в Барановичах выступит группа ДДТ. Концерт легендарной рок-группы пройдет 21 ноября в Литовом дворце. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Вести Барановичи». Городской исполнительный комитет запретил устанавливать индивидуальные антенны и кондиционеры на фасадах жилых домов, находящихся на центральных улицах города. Подробнее в первом сюжете выпуска. Барановичский городской исполнительный комитет на основании положения об условиях и порядке установки на крышах и фасадах многоквартирных жилых домов, индивидуальных антенн и иных конструкций, запретил установку индивидуальных антенн на фасадах жилых домов, внесенных в государственный список историко-культурных ценностей Республики Беларусь. Кроме того, под запрет попали многоквартирные жилые дома, выходящие на главные улицы. Улицу Ленина от пересечения с Брестской до площади Ленина, улицу Комсомольскую от Советской до пересечения с Притыцкого, улицу Советскую от Брестской до пересечения Чернышевского, площадь Ленина. Контроль за выполнением этого решения возложен на начальника управления архитектурой и градостроительства Барановичского горосполкома. Специалисты говорят, самое безобидное место установки спутниковой антенны – крыша. Тарелки на фасаде – часто причина конфликтов. То соседу солнце не свезет в окно, то закреплена она как-то неверно. Кроме того, самостоятельный выход на крышу под запретом. Значит, самовольно установленных антенн там не должно быть. А вот на фасадах зданий они могут быть вполне. Жителям остальных улиц надо помнить, что сегодня в нашей стране действует постановление Совета министров, согласно которому для установки спутниковой антенны или кондиционера гражданин должен обратиться за разрешением к местным властям. За самовольную установку антенны и иных конструкций законодательством предусмотрена ответственность. Статья 21.13 Кодекса об административных правонарушениях устанавливает штраф в размере от 2 до 15 базовых величин. Выдвижение кандидатов в депутаты местных советов начнется 10 декабря, заявила сегодня председатель ЦИК Беларуси Лидия Ермошина. Выдвижение кандидатов в депутаты будет осуществляться с 10 декабря по 8 января. Причем 8 января – это последний день сдачи документов на регистрацию кандидатов в депутаты. Регистрация пройдет с 9 по 18 января. После проведения регистрации стартует период предвыборной агитации, который продлится до 18 февраля включительно. Выборы в местные советы депутатов пройдут 18 февраля будущего года. Значимое событие произошло накануне в 5-й гимназии. Пионерской дружине присвоено почетное имя летчиков-снайперов Александра Морфицкого и Александра Журавлевича. На пионерском сборе, посвященном этому событию, побывала и наша съемочная группа. Торжественный пионерский сбор, посвященный присвоению пионерской дружине гимназии почетного имени летчиков-снайперов Александра Морфицкого и Александра Журавлевича, прошел в 5-й гимназии. На мероприятие были приглашены заслуживцы 61-й авиационной истребительной базы, а также жены погибших летчиков – Дамира Морфицкая и Светлана Журавлевич. Для того, чтобы получить имя героя, пионеры гимназии проделали большую работу. Уже около полугода наша гимназия борется за то, чтобы переименовать нашу дружину «Звездную» в честь двух великих барановичских полковников, летчиков-снайперов, Морфицкого Александра Эдуардовича и Журавлевича Александра Адиславовича. Люди, которые ценой своих жизней спасли около 200 человек. Сегодня мы проводим торжественное переименование нашей дружины. Мы обещаем с честью и достоинством сохранить нашу дружину уже в новом формате как можно больше. О подвиге барановичских летчиков-снайперов, полковников военной авиации Александре Морфицком и Александре Журавлевича, которые ценой собственной жизни спасли сотни мирных жителей польского города Радом, рассказали ребятам на пионерском сборе. Пионерская дружина проделала большую работу, изучила биографию летчиков. Поэтому на сборе звучали слова о жизни наших земляков, их нелегкой службе, о трудностях летной профессии, о преданности своему делу и, конечно, о бесконечной любви к небу. Сегодняшние пионеры отличаются от пионеров 20 века. Они не ходят в строя, они не собирают металлолом на улице города, они играют в другие игры, поют другие песни. Но, как и прежде, пионер – это тот, кто всегда впереди. Пионер – это тот, кто созидает, кто не только познает, но и улучшает. Присвоение почетного имени пионерской дружине – это следование давней пионерской традиции. Оно наполняет жизнь коллектива идейным содержанием. Мы выбрали имена Морфитского и Журавлевича не случайно. Ведь эти люди жили с нами в одном городе, ходили с нами по одним улицам. Это великие люди, которые совершили подвиг. И мы уверены, что наши учащиеся, идя по улице Морфитского и Журавлевича, всегда помогут друг другу, протянут руку помощи. Они будут стремиться делать добро не только для себя, но и для других людей. Ведь пионер – это стиль, это образ жизни. 25 лет пионерская дружина гимназии носила имя «Звездная». Очень символично, что как раз в юбилейный год она была названа именами «Летчиков-героев». Председатель городского совета Белорусско-республиканской пионерской организации Ирина Гребенко вручила сертификат о присвоении почетного имени пионерской дружине гимназии номер 5. Пионеры, в свою очередь, пообещали, что своей хорошей учебой, примерным поведением и достойными поступками будут честью нести присвоенное дружине имя героев. Лесное бортничество Полесья обретает статус историко-культурной ценности. Белорусская республиканская научно-методическая рада по вопросам историко-культурного наследия при Министерстве культуры согласилась с необходимостью включения этого элемента нематериального наследия в государственный список историко-культурных ценностей Беларуси. Это древний промысел, основанный на разведении и содержании лесных пчел в искусственных дуплах, борцах, которые изготавливаются и размещаются высоко на деревьях в лесу. В 21 веке сохранилось более чем в 20 деревнях Гомельской и Брестской областей. Открытый диалог на тему «Религия, наука, общество» прошел на базе Барановичского университета. Участие в нем приняли студенты и сотрудники высшего учебного заведения и представители православных приходов. В центре внимания роль религии в формировании государственности. Религия и наука как единое целое. «Религия, наука, общество» под таким названием состоялся открытый диалог между студентами Барановичского университета и православными приходами. Данная встреча прошла в рамках сотрудничества между Министерством образования и Белорусской православной церковью. В этот раз мероприятие приурочено Году науки в Республике Беларусь. Этот год в нашей стране объявлен Годом науки и вместе с тем в православной церкви празднуется такая дата, как 350 лет со дня рождения знаменитого деятеля Белорусской православной церкви 18 века, архиепископа Могилевского Георгия Каницкого. Поэтому мы под эти две даты подвели сегодня открытый диалог. Мероприятие было посвящено исследованию взаимодействия религий и науки в современном мире. На каждом этапе развития общества специфика между ними оказывается различной. Но, несмотря на это, по отдельности они никогда не работают. Религия и государство, религия и закон, религия и образование – данные вопросы затронули в своем выступлении представители православных церквей. В работе круглого стола приняли участие научно-педагогические работники, магистранты и студенты вуза. Была представлена тематическая выставка «Информационный ресурс библиотеки Баргу в помощь духовно-нравственному воспитанию». Какие мы самые главные преследуем теле? Нам нужно помнить о том, что светское образование – это не означает айсистское образование. Это означает разностороннее образование. И поэтому развеять некие мнимые мифы и страхи между религией и наукой, показать важную роль религии, в частности православной церкви, формирование государственности Республики Беларусь, формирование даже тех законов, допустим, законы о свободе к совести, которые сейчас есть в нашей стране. Вопросы, связывающие религию, науку и общество, всегда были и будут актуальными. Их обсуждение вместе со студентами послужило делу духовного просвещения и укрепления морально-нравственных устоев нашего общества. Завтра Беларусь наряду с некоторыми другими странами Европы отметит день отказа от курения. Барановичи традиционно не остаются в стороне, чтобы еще раз напомнить людям о вреде табака. На площади Ленина состоится профилактическая акция. Ее проведут сотрудники Зонального центра гигиены и эпидемиологии совместно с волонтерами БРСМ. Медики и учащиеся обратят внимание прохожих на проблемные моменты, дадут советы желающим избавиться от зависимости. Стартует акция в 16 часов. История звука. С концертом под таким названием в Барановичах выступит группа ДДТ. Концерт легендарной рок-группы пройдет 21 ноября в Ледовом дворце. В Барановичах выступит группа ДДТ с концертом под названием История звука. Известная рок-группа основана летом 1980 года в Уфе, лидером и автором большинства песен и единственным бессменным участником которой является Юрий Шевчук. Название большого концерта символично. В нем собраны песни из разных эпох, начиная с 80-х годов прошлого века и заканчивая современностью. Звучание группы с течением времени менялось, но главное, за что зритель любит ДДТ, осталось неизменным. Интерес и любовь к человеку, живущему в новейшие времена перемен. Поклонникам коллектива удастся освежить в памяти разные исторические мехи благодаря композициям, многие из которых уже давно не исполнялись живою. Везем к вам программу. Там есть и грусть, и печаль. Все, что связано со временем, с последними годами нашей жизни. Новые истории новейшие. Есть и веселье. Все, что есть в жизни, все есть в этой программе. Приходите, вспомним, проностальгируем, подумаем о будущем, помечтаем и полюбим, может быть, хотя бы с обих себя. Концерт легендарной рок-группы состоится 21 ноября в Ледовом дворце. Как сообщили в кассе Ледового дворца, билеты уже в продаже, и их стоимость от 45 до 65 рублей. Этим сюжетом мы завершаем сегодняшний выпуск. Всего вам доброго. До свидания.